Зимние морозы для пчеловодов Басарабяского района прошли без серьезных потерь. Холод не перенесли только 10% от общего числа пчелосемей. Об этом в ходе семинара с участием производителей медовой продукции сообщил председатель Ассоциации пчеловодов района Басарабяска Георгий Касым. Мы собрали пчеловодов всего района с целью, чтобы открыть какие-то вопросы у нас появляются, с особенностью ведения пчеловодства весной 2012 года. Особенность мы видим в том, как они зимовали, какие были причины гибели, слабости, чтобы мы могли поправить дальше, в дальнейшем, чтобы мы могли за этот год взять урожай. Для того, чтобы помочь нашим пчеловодам в обсуждении этих вопросов, навстречу были приглашены гости из Чемишлийского и Рыжканского районов, представители ветеринарного управления, экологической инспекции, управления сельского хозяйства. Присутствовал и председатель Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова Штефан Кондратюк. В ходе семинара его участники уделили особое внимание использованию препаратов для лечения болезней пчел. Как отметил руководитель одной из фирм-производителей этих лекарств Виктор Гордило, пчела, так же, как и любой человек, может болеть. Поэтому профилактика и лечение ей необходимы. Но бывают случаи, когда пчеловоды используют препараты неправильно. Многие понаслышке используют. Один пользовался так, так говорил этому, и он еще что-то от себя добавляет. Или ничего, и делает такое. А когда уже смотрят на инструкцию, надо уметь ее читать и воспользоваться точно так по инструкции. И потом получается такое, что иногда делают сами себе проблемы. По словам специалиста, перед покупкой лекарств их состав нужно внимательно изучить, так как иногда препараты сильно влияют на качество меда. Но, как заверил начальник районного управления ветеринарной службы Мирчат Тарлев, басарабярский мед – один из лучших в Молдове. У нас все пчеловоды, которые занимаются производством меда, используют именно те препараты, которые не оставляют остатки негативных веществ в меде. В среднем в 2011 году пчеловоды нашего района собрали по 33 килограмма меда с одной пчелосемьи. Однако, куда реализовывать продукцию – для них большой вопрос. Мы раньше торговали медом в России. Все было хорошо, а наши ненасытные представители парламента закрыли нам путь туда. Если бы ГИМП уменьшил, упрекал Россию, мы бы и дальше там работали, потому что в этой стране не такие требования к качеству меда, как в Европе. Мы на месте реализовываем продукцию. Только здесь? Только здесь. Дальше закрывают нам границы везде. Вот как-то окупаете себя или же нет? Один год из пяти, если окупаются, то это хорошо. А так прибыли практически никакой. Еще один вопрос, который интересовал пчеловодов, касался помощи со стороны правительства. Но, как отметил председатель Национальной ассоциации пчеловодов Республики Молдова Штефан Кондратюк, никаких дотаций оно не дает. Конечно, вопрос назрел. И мы намерены попроситься у премьер-министра. И, конечно, мы пригласим представителей и от вас, и от каждой ассоциации, чтобы конкретные средства направили для поддержки этой отрасли. Вот это давно надо было. Ну, извините меня, вы понимаете, три года не с кем было там говорить. Вообще. Национальная ассоциация пчеловодов Молдовы была создана в конце 90-х годов. В нашем районе пчеловоды объединились в ассоциацию пять лет назад. Сейчас членами организации являются 33 производителя меда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА